Слава Господу! Слава Господу! Добрый день, доброе утро, добрый вечер, в зависимости от того, когда вы смотрите эту передачу. А у нас в студии всегда добрый день. Сегодня очень интересная проповедь. Между прочим, меня зовут Геннер Модава, пастор Церкви Победы в городе Киеве, и также старший пастор Церкви Победы по всему миру. Президент Служения – Христос для всех городов, через который мы проводим фестивали Иисуса в разных странах мира, где Бог приводит к Иисусу Христу много людей, и много людей получает своих чудес и селения. Слава Богу, что Он живой! Сегодня проповедь очень важная. Дело в том, что в истории человечества было очень много разных провозглашений. Притом очень интересные. Например, провозглашение о том, что больше нет рабовладения. Это было очень громкое провозглашение. Мне очень интересно для себя провозглашение, которое произошло в Греции давно, когда напали на греков, на Афине, вот эти перси. И получается, когда была битва, они победили. И один человек побежал с марафона в то место, где находился парламент, чтобы им рассказать о том, что греки победили. Когда он прибыл туда, он сказал громкое провозглашение. Мы победили! При этом он упал и умер от усталости. И до сих пор в честь этого бега есть такое понятие – марафон. Но я хочу вам сказать, самое громкое из всех громких провозглашений на земном шаре, это было такое провозглашение – Христос воскрес! И сегодня хочу, чтобы мы вместе слушали эту проповедь, и Бог благословит вас! Самая громкая прокламация Я объясню это слово из-за того, что некоторые примеры первые, которые я скажу, они в истории так называются – прокламация. И поэтому я это слово сохранил, не с целью, чтобы усложнять вашу жизнь. На этой земле было много важных и интересных провозглашений, прокламаций, которые делали в жизни. Очень много. И эти прокламации всегда были сделаны, и они повлияли на кого-то всегда. Первая прокламация, которую я хочу сообщить вам – это то, что сделалось в США после того, как сделалось в Британии. Это называется прокламацией об освобождении рабов. Слово, которое используется, простите, я не упростил здесь, это против моей природы, но я скажу, как есть, потому что в истории оно так пишется. Они назвали его прокламацией эмансипации. Слово «эмансипация» означает «высвободить», «дать свободу» или «принять в зрелость» достаточно, чтобы дать тебе свободу. Это слово «эмансипация». Это имелось в виду, все люди, кто являются рабом, из момента подписания прокламации – «ты свободен, и ты больше не раб». Получается, кто-то был дома, и его господин с розгой, у тебя не было сопротивления. Бьет тебя. Два, три, потом по радио. Все рабы с этого момента, вы свободны. И в этот момент раб имел право сказать, «Эй, стоп, ты не можешь бить меня, я свободная личность». С этого момента. Прокламация свободы приносила свободу многим людям, приносила изменения жизни многих людей, как на уровень личности, семьи, возможностей и тому подобное. Рабы стали свободными. В историю пишут, что некоторые рабы, когда провозглашали свободу, отказались от свободы. Потому что привычно и легче было остаться работая для своего господина, чтобы он кормил тебя, помогал тебе, и отказались, принять свободу. Это означает, что они не развивались, не достигли совершенства, которое они могли бы. Они решили, «Я лучше останусь в комфортной зоне, и я не хочу быть свободным». Вторая прокламация, которая была, которую я хочу вам говорить, это история, которая произошла в Греции. Притом, говорят, что эта история, возможно, не совсем реальная, возможно, реальная. Это была битва. Персии напали на Греции. Они прибыли в город, называемый Марафон. Ну, Марафон. Но по-нашему Марафон. Потому что цели у нас нет. Марафон. Когда они прибыли в Марафон, произошла битва там между греками и персами. И в результате греки победили. Но в Афине находился их парламент. Заседание. Они сидели ждать результат битвы. И они попросили человека по имени Филиппида. И Филиппида побежал из марафона в Афине. И когда он прибежал, он зашел там, где было заседание. И они все ждали. И он закричал, мы победили! И упал, и умер. От усталости. И до сих пор на весь мир люди бегают в его чести. Бег, который называется Марафон. Оттуда оно родилось. Это было приблизительно 26 с чем-то миль, 40 с чем-то километров. И он пробежал. И поэтому до сих пор марафон, оно связано с этим бегом. Потому что он бегал с марафона в Афине. Он умер, чтобы приносить заявление. В то время не было СМС, не было вайбера, не было ничего. Поэтому надо было бежать. И он прибежал. Умер не от сам, только бега. Дело в том, что говорят, что он бегал с одного места в другой, потом в другой, потом в другой, потом в последний. Где-то 500 с чем-то миль он пробежал за несколько дней, и поэтому организм не выдержал. Но главное, он принес весть. «Мы победили». Самая громкая прокламация, самое громкое провозглашение заявления, которое было сделано когда-либо в жизни человека, звучит так. «Он воскрес!» Эта прокламация, заявление, это было самое громкое за всех времен. потому что это повлияло на историю Вселенной, на историю человечества, на историю каждого человека и его жизни, на каждую семью, на каждую личность, на городов, на стран, на вопрос вечности и на качество жизни на земле. Такое заявление, которое имело бы столько влияния, еще не было и не будет никогда, это было самое громкое заявление. «Он воскрес!» Евангелие от Луки, 24 глава, 6 стих. Ангел пришел, вернее, похоронили Иисуса, погребли его и пришли утром. И когда они пришли, там они встретили Ангела. И Ангел сказал, «Его нет здесь, Он воскрес!» Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Его здесь нет. Почему? Он воскрес! Помните, как Он говорил вам, когда еще был в Галилее. Иисус воскрес! Но внутри многих людей Он еще умер. Он еще мертвый. Некоторые, Он еще на кресте. Вы не представляете, цель и динаминации, построена вокруг Иисуса на кресте. Они никак не могут дойти внутри себя к тому, что Он воскрес! И Он живой! И поэтому каждый раз, когда идет молитва, связанная с Иисусом, это слозы. Не слозы от боли, они жалеют Его, что Он на кресте. Он давно не на кресте. Он умер, погребен был и воскрес! Вот получается, что это заявление влияет на много чего. Это центральные события всей истории человечества. И оно имеет смысл, если в твоем сердце зарегистрируется глубоко Христос воскрес! Иначе это останется всего-навсего пустые религиозные слова, которые мы говорим ради того, чтобы быть похожи на других людей, но оно для нас ничего не значит. Это не воля Божия так. Библия говорит от Луки 24 глава 44 по 47 стих. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. «Тогда отверз им ум к уразумению Писания, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедовано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Заметите, это Иисус учит своих учеников, которые, он с ними шел по дороге в Емаус, они не понимали, о чем речь, и он открыл им ум и начал объяснять. Если Иисус воскрес, это значит вопрос греха решен раз навсегда. Это означает, что если Иисус воскрес, тогда прощение грехов наше, это не просто наше пожелание по отношению к самому себе. Замерите, это значит во Христе мы прощены. Это значит я спасен, я очищен, это значит я проведен, это значит я Божье дитё. Если я верю в Него, я Его Сын. Это значит я иду на небо, когда я умру. Это означает, что я могу другим людям об этом говорить, потому что Он умер и воскрес. И спасение наше мы не догадываемся. Это реальность, которая подтверждается воскресением Господа Иисуса Христа. поэтому мы рады. Но смерть Иисуса и воскресение не только даёт нам прощение, потому что какая ползу мы прощены, а сам грех не побеждён. Почему мы говорим об этом грехе? Почему Иисус пришёл на землю? Из-за грехи. Он не пришёл за природу, он не пришёл за экологию, за глобальное потепление. Не-не-не, это его не привёл на землю. Он не пришёл за исцеление, хотя исцеление мы получаем в результате. Причина одна. Грех взял человека в рабстве. Из-за этого греха возмездие за грех что? Смерти. Мы все в конце жизни дьявол собирал нас как урожай свой. Масло создание по образу Божьему. Божие создания и дьявол всех испаковал к себе. Это Богу не понравилось, но он не мог пускать людей на небо, потому что грех или человек наполнен грехом не может войти на небо. Ему надо было решать вопрос греха. Грех это главное орудие сатани до сих ваше. У него более мощное орудие у него нет. Если он хочет кого-то уничтожить, он имеет только один метод уничтожить человека, его семью, его здоровье, забрать его жизнь раньше времени. Это через греха. У него других методов нет. пасаны к римлянам пишутся 6 глава с 1 стиха. После 16 будем так выборочно читать. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Скажите, никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? неужели вы не знаете, что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерти его крестились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены подобием воскресенья. Зная то, что ветки наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Раньше выбора не было. Грех захотел, никто не сопротивлялся. Но когда мы пришли в Иисус Христе, мы можем сопротивляться, мы можем закрыть двери. Если он вошел, это мы добровольно ему открыли, но он не господин. Ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли с Христом, то вереем, что и жить будем с ним. Зная, что Христос воскреснув из мертвых уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо он что он умер, то умер однажды для греха, и что живет, то живет для Бога. 11 рестик, смотрите, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Дальше почитаем позже, еще продолжим. Первое, оказывается Иисус не только умер, чтобы мы получили прощение грехов. Иисус своей смерти и воскресенье победил силу греха. Он поразил его. У греха теперь нет того господства, который имел раньше. Первый метод, который Бог нам дал через воскресенье Иисуса, чтобы мы победили грех, это первое, считай себя умерши со Христом и воскресенье в Боге. Ты умер с Иисусом Христом вместе с Ним, ты воскрес вместе с Ним, и ты живой для Господа Бога. Скажите, когда Иисус умер, я умер, когда Он воскрес и я воскрес. Это надо видеть в себе. Я не просто личность, которая просит прощения за грехов своих. Нет, с момента принятия Иисуса мое имя находится в списке людей, которые считаются как умершими со Христом и воскресли вместе с Ним и имеют те же характеристики, как во Христе Иисусе. Я умер со Христом и воскрес. И потом, когда я хожу на улицу, или я в метро, и рядом со мной есть неверующий, есть огромная разница между нами. Огромная. Если на неверующую наступили ногу, Он кричит, Он не может ничего с этим делать, а я могу сказать крику молчи, и крик уйдет. Я могу сказать гневу нет, и гнев уйдет. Я могу видеть 500 гривен у человека падает с кармана, у неверующего, он думает, что ему повезло. А я могу сказать, у вас деньги падают. Не потому, что у меня мысли не пришло, что мне тоже повезло. Пришло, но я этой мысли противостал. Вы меня понимаете? Таким же образом, как вы противостали мысли взять 500 гривен у человека, точно так же во всех остальных вопросах. точно так же. Это решение и удивительно есть сила внутри сказать нет. Два. Считай себя умершим для греха. Заметите фразу считай себя. Так написано кремленам. Это ты должен внутри себя принять решение я умер. И поможет вам это думать это говорить и повторить многократно. Сигарет я умер для сигарет. И говори себе и так и думай. Скажи Амин. Ты начинаешь расстраиваться, ты начинаешь что-то там не так, скажи я умер для этого. Стресс я умер для этого. Вы понимаете? Гнев я умер для гнева. Иногда нужно гневу сказать прямо в лицо. Научись считать себя умершим. Пастор Генри, что же делать, если сегодня в моей жизни есть грех, который постоянно идет? Тогда тебе нужно остановиться первое, посчитать себя умершим со Христом и воскресить вместе с Ним и жив для Бога. Два, я начинаю считать себя умершим для этого конкретного греха и сказать ему этому греху. Я для тебя умер. Третье, читаем дальше, это посланок римлянам, 6 глава. Итак, да не царствует грехи в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Пас, это мои похоти, это не твои, это его, это он тебе дал, ты просто принял на себя, это не твои похоти, это ты принял чужой багаж собою, не твой. Вот, и не передавайте членов ваших грехов в орудие неправды, но представите себя Богу, как оживших из мертвых и членов вашей Богу в орудие праведности. Третье качество не передавай членов свои в орудие грехов. Не дай. Слава Богу, если Он воскрес, значит Он живой, а если Он живой, значит Он сегодня действует среди нас. И одно из действий, которые Бог делает, это исцеление. Я приглашаю вас посмотреть и послушать свидетельства об исцелении, которые произошли с людьми, которые поверили, что Иисус воскрес и Он живой. Если вы поверите, как они, то и сегодня вы получите свое чудо. Давайте посмотрим. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждое его прикосновение приносит исцеление, восстановление и освобождение. У Ольги четыре года назад очень сильно ухудшилось зрение. Она не смогла даже прочитать, что написано на баннере или подняться самостоятельно по ступенькам. Сейчас она все видит прекрасно. Вы сейчас все видели прекрасно? Да. Как вас зовут? Ольга. Ольга, смотрите на меня, вы меня видите? Да. А галстук мой видите? Вижу. Я вам дам задание, чтобы вы трогали мой галстук. Предупреждаю, да, он очень шустрый, убежит от вас, убежит, убежит, я же предупредил. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вы не могли читать эти? Не, а теперь прекрасно А что там написано? Фестиваль Иисуса. Да. Спасибо тебе, Господи, дай аплодисмен Господу. У Василия три с половиной года бронхиальная астма, и сегодня во время молитвы он стал легко дышать. Три с половиной года у вас была бронхиальная астма? Так. И что случилось, произошло сегодня? А можно подышать сейчас, показать? Еще раз, последний раз. Дай аплодисмен Господу за это чудо. Боже, мы благодарим Тебя. Сколько лет у Вас была бронхиальная астма? Три с половиной года. Шесть с половиной года. Три с половиной. Три с половиной. Слава Господу. Еще раз аплодисмен Господу. Пусть Вас Бог благословит. У Марии кокс, артроз в левом бедре и артроз левого колена. Она с большим трудом пришла на служение, но после молитвы нет нигде боли. Что у Вас было еще раз? Артроз колена болит сильно. Да, левая. И тут вот стирается с углов и я не могу ходить. Плохо, мне больно очень. А сегодня? Вот сейчас я могу. Еще раз присадитесь. И боли нет? Нет, немножко. Нет. Как давно это была проблема? Уже давно, год, наверное, я страдаю. Сейчас колюсь уколами и мази всякие. Все. Боже, спасибо тебе за это. Во имя Иисуса. Это так хорошо. Когда люди верят в Иисуса, доверяют Ему, они получают чудо. А сегодня нужно доверять Ему. Первое, чтобы ты получил прощение грехов. Если вдруг ты еще не покаялся, ты еще не Божье дитё, я предлагаю тебе помолиться со мной эту молитву, и Господь простит тебя и даст тебе новую жизнь. И после чего помолюсь, чтобы Бог сделал чудо в твоем теле. Ожидай чудо сегодня. Хочешь покаяться, скажи со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер за мои грехи, но и воскрес из мертвых. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился и эту молитву искренне, Господь услышал и простил тебя. А теперь хочу помолиться, чтобы Бог сделал чудо в твоем теле. Возлажи руку там, где болит в теле, с ожиданием и чудо Божье произойдет. Во имя Иисуса я приказываю болезни уйти. Дух Немашей болезни запрещаю тебе и приказываю тебе уйди прочь. Я говорю исцеление, восстановление, освобождение полностью во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Если Бог прикоснулся к вам сегодня, напишите нам об этом. мы хотим благодарить Бога вместе с вами. Если у вас есть какие-то нужды, сообщите нам, мы помолимся за вас. Помните, самое громкое провозглашение Он воскрес и Он живой. Пусть вас Бог благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова